Похожий на все вот эти, знаете, слова человек в случае с Arizona Mobile, хотя вроде как и все прочие вещи. И давайте уже еще что-то выбирать. Следующий скриншот, он, я не знаю, посередине находится, он либо второй с конца. Вроде как во всем проекте всегда преобладал больше красный. Ну, новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. У меня для вас, знаете ли, замечательная новость. Если кто-то тут есть из таких, знаете, олдов, которые вот только начинали следить за Arizona Mobile, когда она вот только зарождалась, только там вот что-то у нее, я не знаю, начиналось, только вот еще ходили какие-то, знаете, такие первые вводные видеоролики, только ходили вот какие-то первые слухи о том, что вот топ-1 проект в GTA Sampe, он наконец-то будет перенесен там в телефон, разорвет все проекты, которые сейчас только есть и сделает вообще много всего хорошего, полезного. И уже тогда рассматривался такой вариант, что с этого самого лаунчера можно будет заходить на другие GTA Sampe-овские, андроидовские вот эти вот все проекты. И вот, не так давно, тот же самый подписчик, который рассказал мне о том, что пофиксили все-таки вот эту вот, я не знаю, ресурсодобывающую ферму, ресурсодобывающую всю эту шахту, скидывает мне то, что вот, мол, слушай, у меня там друг или знакомый или там еще какой-то вот похожий на все вот эти, знаете, слова человек, он показал мне то, как будет в будущем выглядеть лаунчер Arizona Mobile. Опять-таки, я хочу перед всем этим сказать, что я не уверен, что вот этот вот самый подписчик, он не сам нарисовал вот эти вот все, знаете, штучки, вот эти вот все иконки, все прочее. Я не уверен, что это не фейк, но, как говорится, ну, фейк не фейк, вы думаете сами, а мы, в общем-то, дали новости. В общем-то, я даю вам эту новость, чтобы примерно представить или вообще подумать о том, кто вот то, как все это может выглядеть в случае с Arizona Mobile, хотя вроде как вот во всей этой перспективе они ничего подобного не анонсировали, поэтому, ну, я даже не знаю, насколько всей этой информации можно верить, тем не менее, давайте я ее освещу, потому что, если я окажусь прав, если действительно нечто подобное выйдет, то будет замечательно, вы такие, типа, О, а я-то был подписан на канал ZDS, я изначально знал, что будет вот такой, знаете, я не знаю, лаунчер, что будет вот такой дизайн в нем и все прочие вещи, и давайте уже все это непосредственно рассмотрим. Вот, мне прислали несколько скриншотов абсолютно всех вот этих вот, знаете ли, вещей, всех вот этих вот вкладок, всех вот этих прочих штук, которые там будут, и давайте все это теперь рассмотрим. Самое первое, или я там не знаю, настройки, или вот какие-то прочие вот эти вот все вещи, это у нас, ну, типа, настройки и введите имя игрока. Наконец-то появились какие-то более детальные настройки в лаунчере Arizona Mobile, или не в лаунчере Arizona Mobile, тем не менее, вот, то есть неужели появились какие-то дополнительные настройки, с которыми вроде как можно поиграться. Это все выглядит как-то, ну, непонятно, типа, сначала у нас идет окошечко, введите имя игрока, потом опять введите имя игрока, потом ограничение FPS, ну, типа, это все выглядит как-то непонятно, зачем нам выбирать что-то 1, 2, 3, 4, 5, или просто, не знаю, 5, если, типа, ну, все вот уже вот во всем этом первом чекбоксе, во всех этих первых вещах, зачем еще что-то выбирать, и ограничение FPS, непонятно, как это будет работать, возможно, двигаешь FPS, там, ползунок, все прочие вещи, и типа, вот оно из всего этого идет, я не знаю. Может быть, оно будет работать так, может быть, будет работать еще как-то по-другому, я вот все это не знаю, не понимаю, я смотрю это точно так же, как и вы, и просто вот все это комментирую. Следующий скриншот, он, я не знаю, посередине находится, он либо второй с конца, либо второй с начала, потому что тут все три иконки, он в любом случае будет второй, и тут мы можем увидеть, что у нас есть список серверов, то есть это Arizona RP и жизнь в деревне, но тут вроде бы как все нормально, и даже онлайн отображается настоящий, хотя никто не говорит, что его нельзя было бы нарисовать, или там вот нечто подобное сделать, однако вот эта вот вся какая-то, знаете, синяя стилистика, она меня отталкивает. Arizona RP, она же скорее такая, знаете, красная-синяя, а тут больше преобладает синий цвет, хотя вроде как во всем проекте всегда преобладал больше красный. Ну, опять-таки непонятно, я думаю, что с выбором серверов все понятно, правда, тут не особо понятно, не особо ясно, как добавить, допустим, какой-нибудь сервер себе в избранное, то есть кнопочку с избранным, я так понимаю, я вижу с избранными серверами, а вот как добавить, ну, если честно, я не особо все это понимаю, и мне это не особо все понятно, поэтому, ну, как-то, ну, такое себе, я, если честно, не знаю. И самая, видимо, главная страничка, или наподобие того, это, типа, вот, добро пожаловать, там домашняя страничка, официальный сайт, там актуальная у вас версия, неактуальная у вас версия, и теперь вместо Arizona Mobile, это уже называется Samp Mobile. Вот на данном этапе оно мне внушает больше всего недоверия, как Arizona Mobile могла, вот, знаете, убрать свой вот этот весь фирменный стиль, во-первых, цветовую палитру, цветовую гамму, все вот эти прочие вещи она могла убрать и написать Samp Mobile, и тут я понимаю, что, наверное, ну, это неправда, но я, тем не менее, не могу знать, правда это или неправда, это очень сложно, и, типа, блядь, я не знаю, но хотелось бы верить, что вот нечто подобное, какой-то вот это вот, я не знаю, Next Gen, да, вот это вот все красивое, что оно будет у нас, но будет ли оно у нас на самом деле, я не знаю. Как, в общем-то, и вы, как и любой другой человек, и вот само, знаете, такое окно входа, когда вы только входите, когда вы только заходите, когда вы еще не знаете, что вас там ждет, что у вас там будет, а тут написано, добро пожаловать в Samp Mobile и версия, вот как-то так. Что можно сделать, какой вывод можно сделать из всего этого? Устанавливать, скачивать и делайте все прочие вещи с Arizona Mobile и вот прочими вещами, потому что потом с него можно будет зайти на абсолютно любой проект в GTA Samp, на Android, RP, CRMP, ну, CRMP нельзя будет, в общем-то, все подобное. Однако, ну, я думаю, вы меня поняли. Я снимал данный геймплей на проекте Arizona RP на сервере Phoenix, IP, а также мой никнейм Dante Connor находится в описании данного видеоролика. Заходите туда, узнавайте всю вот эту вот информацию. Благодарю всех за просмотр, всем спасибо, всем до свидания. И, кстати, увидимся тут же завтра в 20.00.